Собравшиеся за этим столом люди разного возраста, профессии и вероисповедания. Объединяет их одно – они регулярно сдают свою кровь. Юрий Туник, например, это делал уже 105 раз. В станцию переливания крови впервые его привела беда – нужна была кровь для дочери лучшего друга. Было плохо с дочерью, попросил сдать кровь. Переливание крови надо было сделать. Мы пошли в бригаду, сдали. Это был первый раз. Похожая история здесь у многих. Впервые на станцию переливания крови люди приходят по воле случая. Трагедии в семье или знакомых, когда срочно нужна кровь. Однако осознание того, что ты в состоянии спасти человека, заставляет снова и снова возвращаться, говорит Андрей Теряев, почетный запорожский донор. Чтобы упростить задачу врачам и нуждающимся в крови, несколько лет назад он просто оставил свой номер телефона в станции переливания крови. Много обращалось знакомых, даже незнакомых. Просто люди звонили, что нужна кровь для детей, для умирающего. То есть я как бы не мог отказать людям. Острой нехватки препаратов крови в Запорожье нет, говорит Елена Балавинова, зав. отделением областной станции переливания крови. Однако это только за счет того, что есть добровольцы, которые регулярно сдают свою кровь. Вся плазма проходит уровень карантинизации в 180 дней. И только тогда может быть передана на переливание. В общем-то у нас этого достаточно. Но если в какой-то день придет доноров меньше, чем ранее, то и через полгода, соответственно, запасы плазмы уменьшатся. Вот этого мы и не можем допустить. К слову, у донора есть возможность бесплатно пройти медицинское обследование. При сдаче крови врачи обследуют человека на основные опасные заболевания – ВИЧ, сифилис, гепатит и другие. Кроме того, донора кормят обедом, выплачивают 21 гривну и предоставляют два выходных дня. Однако, несмотря на это, желающих добровольно стать донором у нас в городе немного. К великому сожалению, как показывает статистика, большинство людей идет все-таки сдавать по необходимости, когда родственники попали в биту. Чисто по идеологическим, скажем так, убеждениям, ну процентов 5-10 максимум. Эти немногие добровольцы и становятся почетными донорами. Сегодня они собрались в обществе Красного Креста и вместе отметили День донора. За свои заслуги они получили грамоты, цветы и подарки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова